Предвыборные грязные методы пошли в ход. В городке Нефтяников, там где располагается 4-й избирательный округ, сняли единственный баннер кандидата от КПРФ Владимира Вениченко. Находился он на торце дома по адресу проспект Мира, 37, там где располагается советский райком КПРФ. Был заключен договор с рекламной компанией, заплачены деньги со счета кандидата. Но как только баннер появился, в адрес Вениченко посыпались претензии. Сначала представители управляющей компании закатили скандал, затем коммуниста вызвали ДСБКО, мол, на плакате нет выходных данных, хотя на самом деле они там присутствовали. А когда стало понятно, что все законно и придраться не к чему, представители рекламной организации просто сняли баннер, извинили, свернули деньги, однако причину не объяснили. Похоже, кто-то сильно боится конкуренции с коммунистами, раз такая реакция на один единственный баннер на всем округе. Видимо, административный ресурс был задействован, давление оказано было, сделали предложением, от которого они не смогли отказаться. То есть, по сути, вот такая у нас конкуренция. Должен добавить, что параллельно наш обком занимался переговорами с СССР, с целым рядом рекламных компаний. Нам было обещано там еще с 1 августа размещение в ряде корпораций, но после этого разговора, а также по синхронной уже пошли отказы. Ничего не остается, как идти в народ. Да, мы не имеем таких возможностей, как имеют наши оппоненты, миллиардов, миллионов, но за нами правда. Мы идем в народ, будем собрания, чисто людей пытаться убеждать словом, доносить у нас газета, листовка, больше у нас возможностей нет.